всем привет с вами кекс и сегодня я хочу поделиться рецептом молочной девочки это самый простой в приготовлении теста тортик очень 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 вкусный но там есть один нюанс как во время выпечки точнее уже после выпечки но это я вам расскажу чуть дальше то есть на самом деле это очень простой рецепт для него нам понадобится 400 грамм сгущенного молока обычно пачка идет где-то точнее пачка баночка идет где-то 370 400 грамм стандартная вот ну я покупала вот так на развязан у меня в стакане тихо держись держись не падай это просто на развес я брала здесь у меня 600 грамм я думаю может я чуть-чуть добавлю в крем просто сгущенки но мне в конце показалось что у меня будет не сильно высокий тортик потому что я и коржи как бы не маленькие взяла по диаметру поэтому я решила еще потом на эти полпорции на эти 200 грамм допечь коржей в среднем вот на 400 грамм это на 5-6 коржей вот вот я отвесила в общем 400 грамм сгущенки и сюда мне нужно два яйца у меня крупные яйца но я думаю особо там на норовле не сыграет яйца можно просто перемешать со сгущенкой то есть для однородности просто для удобности я не знаю вот но очень просто никаких там особых действий вообще не нужно нигде отдельно там белки нигде ничего сюда можно добавить еще немножко ванилина или ванильного сахара если хотите но я как бы не добавляла у меня очень вкусно пахла сгущенка такими сливочным вот поэтому я не захотела я решила добавить ванильку уже в крем думаю но все равно пропитается поэтому вкус будет одинаковый теперь мне нужно отвесить 160 грамм муки у меня просто стакан храненый 200 граммовый и в него 130 грамм лазит а если у вас стакан на 250 грамм воды то в него отлично лазит как бы вот эти 160 грамм муки то есть если что можете просто стаканом воспользоваться или на весах как я еще нужно туда нам пачечку разрыхлителя вот такая вот у меня пачка доктор откир разрыхлитель вот или 1 столовая ложка разрыхлителя если у вас может больших пачках для того чтобы однородно она меня смешалась я набираю немного муки в ситечко и высыпаю на верх нее разрыхлитель и когда буду просеивать то есть масса равномерно распределиться по всей муке вот для того чтобы коржи были чуть чуть пышнее в конце можно будет добавить немножко соды но не сейчас я вам скажу когда я в этот раз соду не добавляла решила сделать и для вас показать как получается и без нее вот но если я же вы хотите чтобы коржи были чуточку попышнее то добавьте буквально одну третью чайной ложечки вот я миксером для удобности можно ложкой можно венчика без разницы просто это все добро перемешиваю до однородной текстуры и все еще некоторые приступают и начинают выпекать сразу я советую дать постоять нашему тесту минут 15 она тогда будет более таким эластичным и вот когда она у вас постоит 15 минут тогда уже можно погасить соду уксусом и перемешать ее добавив туда и тогда уже можно выпекать просто иначе сюда перестанет уже работать пока она нас настоится немножко вот вот видите она сейчас немножко жидковатое а я сейчас начну работать я кстати уже не раз показывала что я буду печь на силиконовом коврике это у меня коврик от гибких кружев почему я один раз пыталась печь на обычном пергаменте не силиконизированном а обычном пергаменте ну в общем мне не удалось снять эти коржи из пергамента вот пергамент должен быть или сика силиконизированный вот этот гладенький или это вот силиконовый коврик по-другому я просто и больше и не пробовала и не снимается по-другому вот это единственный минус этих коржей вот а так они очень легкие вот приготовление вы видели мы просто все перемешали и все у меня здесь кольцо я сделала диаметром 24 сантиметра можно просто положить внизу там круг вырезанный из бумаги чтобы видно было по какому диаметру разравнивать но в кольце это делать удобнее ли это вас разъемная форма и с нее можно снять вот эту верхушку чтобы было удобно как бы наносить и все оставалось ровненько я так оп сняла и у меня ровненький кружочек остался теперь этот кружочек в общем нужно перенести на противень духовка у меня разогрета 160-180 градусов и отправляю в духовку где-то в среднем на 10 минут плюс-минус там 1-2 минуты я смотрю чтобы у меня верхушечка уже не была липкая и сам краёчек начал вот слегка-слегка вот так коричневей вот не знаю почему всегда как бы ты не пёк но всегда вот вы видите такой ободочек а теперь я просто ножом придавливаю коврику и как бы срезаю вот резко вот срезаю сразу горячий еще мой коржик покуда он мягкий и все я бы просто срезаю вот по-другому не вышло вот он сзади такой пожаристый как блинчик и все и я переношу его на ровную поверхность вот коржи немножко липковаты поэтому она пристает и к ножу и к коврику из-за сгущенки наверное вот но вы видите он к ножу даже пристала что приходится другим ножом срезать но я живу я приловчилась уже так что я хоп срезала хоп срезала следующий на коврик он в это время уже подостыл накладываю переношу на противень 10 минут 10 минут и все коржи у меня быстренько готовы по сути по времени приблизительно занимает немножко больше чем выпечка одного бисквита который мы разрежем просто единственно что нужно немножко повозиться это несколько раз несколько раз поставить его в духовку количество на 400 грамм вот я уже не помню говорила не говорила это где-то в среднем на 65 коржей лишь на 400 грамм сгущенки вот у меня вышло так как форма 24 как бы это считается уже довольно солидно а где-то на 22 обычно берут меня вышло вот пять коржей и я решила вот допечь еще эти 200 грамм и у меня вышло еще три коржа но их уже ложила там по три ложки как бы чтобы все израсходовать вот три коржика плюс у меня вышло чтобы у меня получился высокий тортик так вот у меня все выложено на пленке отдельно сушится я складываю не на один на эти коржики такие что они могут прилипать друг дружке поэтому когда вы будете снимать их вот что чтобы перемазывать это у меня кстати вот просто взбитая сметана как и взбивать сметану я уже рассказывала и показывала и тарелки фрукты бананы и апельсины киви и пропитку мне пропитывать много мы не будем вот так что коржики снимаем очень аккуратно они пристают поэтому снимаем или ну просто сушить их отдельно друг от дружки это занятие пространство я не знаю на полкухни видите я вот буквально чуть-чуть попшикала сильно пропитывать не будут так как у меня сметана и мои коржи еще отдельно пропитаются сметаной поэтому не стоит мне очень много чтобы у меня не поплыли коржи в разные стороны друг от дружки сметанка у меня вот хорошо сбилась я ее вначале немножко отвесила но она была немножко жидковато вот как взбивать уже сметаны крем я показывала и рассказывала посмотрите моим видео фруктов тоже мы кстати очень много на каждый слой и ложить не будем потому что слоев у нас много и будет чересчур поэтому мы понемножку новый каждый слой мне здесь буквально порезано 2 киви 2 апельсина и большой банан то есть там не так много на самом деле ну и так вот продолжаем я так чередую все коржи вот нижний я снизу не пропитывала а все последующие вот чуть-чуть пару раз брызгаю чтобы нижний был не такой мокрый но он все равно пропитался и все равно был мокрый я вам скажу вот ну по чуть-чуть по чуть-чуть увидите он там где приставала немножко вон такая вот серединка чуть-чуть надорвана но этого не будет абсолютно видно когда тортик у вас будет в разрезе это абсолютно будет очень-очень вкусно я уверена что вам понравится если кстати у вас тесто получается очень густым добавьте туда пару столовых ложек водички с ним станет чуть проще работать она качество это вообще не повлияет если вы что просто мука бывает разная в общем не будут тут долго рассказывать показывать тортик также делаем со всеми нашими коржами то есть здесь ничего другого у меня просто будет фрукты сметана фрукты сметана вот вот получился вот такой довольно высокие у меня тортик сложены сейчас и его нужно поставить под пресс я всегда оставлю свои тортики под пресс о чем я вам уже говорила вот и чтобы он и стал ровненький и коржи друг дружкой соединились в общем так надо так лучше так сделать и без знаете я всегда вот так пользуюсь кольцом чтобы у меня потом стал ровненький тортик и ничего не вылазило по бокам ничего вот он у меня мокренький такой хороший чуть-чуть его присаживаю чтобы не торчало за пределы моего кольца и сейчас вот в общем просто поставлю под пресс пресс у меня где-то здесь килограмм может чуть чуть больше вот сильно тяжелый не надо потому что здесь довольно нежные коржи может начинка повылась и все и оставляем так под прессом и желательно потом еще часок-другой в холодильнике ест и так теперь можно уже доставать после того как это у нас все остыло у меня это где-то часа четыре наверно больше простояла в холодильнике вот аж до самого практически вечером теперь я просто ножиком прохожусь по стенкам чтобы хорошенько отсоединилась моя форма и формочку снимаю тортик у меня сверху вышел ровненький я вы видели под жаристой стороной выложила последний коржик коржи то что там внутри чуть-чуть вон посмещались это совершенно не сыграет роли то есть это абсолютно в разрезе они все ровненькие идеально это боковушка так если вам нужно под мастику дальше пожалуйста как положено картошка ганаш и мастика и у меня были украшены вот так вот кремом я и шла к свекрови на день рождения в прошлый раз вы помните я показывала как глиссаж делать тоже к ней на день рождения шла а в этот раз я сделала на белково-заварном креме вот такие вот тюльпанчики вот в разрезе мой тортик много слоев вся сметанка у меня впиталась хотя такое бывает на самом деле редко обычно остается белая прослойка вот еще у меня в разрезе есть вот такой вот с малинкой тортик все что вам было непонятно спрашивайте в комментариях очень рада буду вашим отзывом а с вами был кекс до новых встреч пока пока